Здравствуйте! На первом карагандинском новости в студии работает Сергей Высокосов. Три семьи в Темиртау ждут, когда же отремонтируют крышу или обещанного три года надо ждать. Аким области заявил, что необоснованного повышения цен на продукты не будет. В урочище Уитаз у Уитавского района установили новую стелу под названием «Булантинская битва». Три семьи из Темиртау до сих пор ждут обещанного ремонта крыши своих аварийных квартир. Напомним, ранее мы рассказывали о управлении жильцов дома номер 66 по улице Димитрово, чьи жилищные условия были признаны непригодными из-за угрозы обрушения кровли. Тогда местные чиновники обещали во всем разобраться. Но время идет, а ВОЗ и ныне там. Как и где живут эти люди, узнавала Айым Амрина. «Мы освободили жилье из-за обещания работников Акимата отремонтировать его», рассказывает Иголек Абдршитов. Он и его домочадцы стали жертвами собственной квартиры. Крыша вот-вот может обвалиться. Все держится только благодаря вот этим металлоконструкциям. Но это явно ненадолго. Приходившая ранее комиссия из числа чиновников решить проблему вроде бы обещала. Но с тех пор прошло уже больше полугода. С тех пор и ждем. Прошло шесть месяцев. Акимат выделил нам временную квартиру. Там сейчас живет мой младший сын с семьей. А мы не знаем, куда идти. Зима не за горами. А работники Акимата города Металлургов за это время провели целых две экспертизы. Три квартиры действительно были признаны аварийными. Но ремонтировать их чиновники не спешат. Переселили. Деньги выделены. Оплачиваются за проживание. Сейчас провели второй конкурс. 5 сентября они должны нам дать заключение по данному дому. И после получения заключения мы будем принимать меры. Как нам двигаться. Где закладывать. Где просить. Какое решение принимать. Со слов Акима города Металлургов, Галыма, Ашимова, проблему с аварийными квартирами они решат уже в ближайшие шесть недель. А многострадальным жителям этого дома, похоже, не остается выбора, кроме как верить в эти обещания. Аймамрина Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Необоснованных повышений цен на продовольственные товары не будет. Такое заявление сделал глава региона Нурмухамбет Абдибеков на первом заседании штаба по сдерживанию инфляционных процессов, которое прошло в областном Акимате. Куда же обращаться гражданам, ставшим свидетелями скачков цен, узнавал наш корреспондент. Глава региона Нурмухамбет Абдибеков поручил принять меры для сдерживания роста цен в регионе. Акимам городов и районов, руководителям госорганов были даны поручения по организации мониторинга и проведению информационной работы с руководством торговых точек и других объектов бизнеса. Для недопущения роста цен мы в данное время управлением проводится разъяснительная работа с перерабатывающими предприятиями и предприятиями, производящими продукты питания. У нас имеется стабилизационный фонд. В случае роста цен имеется стабилизационный фонд, который сейчас около 1000 тонн, имеется в баклин продукции. По предварительным прогнозам, резкого скачка цен не предполагается, за исключением ввозимых товаров народного потребления. Это бытовые приборы, электроника и парфюмерия. Если в случае необоснованного роста цен на продукты питания, производим в области, в любое горождение может обращаться районные, городские акиматы, и нам можно позвонить нашему управлению по принятию регионных мер. В случаях необоснованного завышения цен к торговым точкам, допустившим подобные факты, должны применяться самые строгие меры, отметил глава региона Нурмхамбет Абдебеков. Во всех случаях наблюдения таких фактов нужно обращаться в Акиматы, антимонопольную инспекцию или управление сельского хозяйства по номеру телефона 56 58 63. Айам Амрина, Исламбек Госпан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Акционерное общество Арселор Митталтимиртау отложило свое решение о снижении зарплаты работникам. Напомним, гендиректор акционерного общества Арселор Митталтимиртау подписал приказ о сокращении заработной платы всем сотрудникам на 25% со вступлением в действие с 4 сентября. Такое решение объяснялось геополитическими факторами и беспрецедентными условиями рынка. Акционерное общество Арселор Митталтимиртау входит в состав компании Арселор Миттал и является крупнейшим предприятием горнометологического сектора Республики Казахстан. Предприятие представляет собой интегрированный горнометаллургический комплекс с собственным углем, железной рудой и энергетической базой. В состав Арселор Митталтимиртау входят металлургические комбинаты в городе Тимиртау, 8 угольных шахт в Карагандинской области, 4 рудника по добыче железной руды в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях. Глава компании Винджай Махадиван назвал 25-процентное сокращение заработных плат жертвой ради экономического улучшения. По его словам, это альтернативный вариант значительному сокращению работников. Как уже сообщалось, государственный инспектор труда признал приказ недействительным из-за нарушений трудового законодательства. Проверка выявила, что работодатель при издании приказа нарушил процедуру согласования его проекта с представителями работников. Письменно не уведомлены работники и их представители. Руководству компании было выдано предписание об устранении нарушений трудового законодательства, которое не было исполнено в надлежащий срок. Это стало поводом для подачи иска госинспекторам труда в суд. Так было. Прокомментировать ситуацию по телефону мы попросили директора департамента по связям с общественностью и коммуникациям Зухру Султанову. В свете недавних изменений в валютном регулировании АО Арселор Миттл Тимиртау заявляет о том, что компания откладывает свое решение о снижении заработной платы работникам предприятия на 25%. В настоящее время АО Арселор Миттл Тимиртау пересматривает свои возможности и продолжает переговоры с заинтересованными сторонами. Следующее заявление компания сделает в надлежащий срок при необходимости. В настоящее время АО Арселор Миттл Тимиртау пересматривает свои возможности и продолжает переговоры с заинтересованными сторонами. Спонсор показа Galaxy Group Производитель продукции торговых марок Allugal Galvin Hercules Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Абайский район один из первых регионов области, который пострадал в результате весенней стихии. В целом в районе подверглись подтоплению 7 населенных пунктов. В результате пострадало 96 семей. Сегодня пришло сообщение, что здесь полностью сданы все дома, построенные для пострадавших от весеннего паводка. По результатам оценки материального ущерба, причиненного недвижимому имуществу, из бюджета пострадавшим в полном объеме оперативно было выплачено 17,5 миллионов тенге. Кроме того, всем членам пострадавших семей вручена спонсорская помощь в виде новой одежды, обуви, постельных принадлежностей, продуктов питания, средств гигиены на сумму около 15 миллионов тенге. Общественным фондом помощи пострадавшим от наводнения в Карагандинской области дополнительно была оказана помощь жителям района на сумму 8,5 миллионов тенге, в том числе лицам, не имеющим правоустанавливающие и идентификационные документы на пострадавшее недвижимое имущество. На сегодняшний день в Абайском районе полностью завершено строительство всех домов, все выплаты по возмещению ущерба произведены. 21 августа Кимобластина Мухаммед Абдебеков побывал в селе Жумабек Абайского района и посетил несколько квартир. Беседовал с их владельцами, поздравил с новосельем и пожелал им счастья и благополучия. Одна из счастливых семей, въехавших сегодня в новый дом, семья Кенжигариной Магираж, которая готовится сразу после заселения сыграть свадьбу сыну. Как отмечает хозяйка дома, сразу два счастливых события отметит их семья. И новоселье, и рождение новой семьи. Спасибо государству, что нам помогло. То, что за такой краткий срок, за два месяца, нам построили такой дом. Ну вот вы сами знаете, что были поводки, когда дом наш рухнул. И вот мы просто рады. Другие жители поселка также высказали благодарность властям за то, что их не оставили в беде за оказанную помощь и своевременное предоставление жилья. В Алутаусском районе Карганинской области появилась стелла под названием «Булантинская битва». Установили ее в рочаще Уитас. Торжественное открытие памятника состоялось в ходе праздничных мероприятий, посвященных 550-летию казахского ханства, передает корреспондент нашего телеканала с места событий. В Алутаусском районе начались праздничные мероприятия, посвященные 550-летию казахского ханства. Одним из значимых событий торжества стало открытие стеллы «Булантинская битва» в урочище Уитас. Там когда-то у реки Буланты казахские войны одержали первую крупную победу над джунгарами, которая и положила начало процессу изгнания захватчиков с казахской земли. На торжественном открытии стеллы побывал и Аким области Нурмухамбет Абдебеков. Сегодня происходит очень значимое событие не только для жителей этого района, но и для всего Казахстана. Позвольте поздравить вас всех с 550-летием казахского ханства и таким трогательным историческим эпизодом, как открытие стеллы. Праздничные мероприятия продолжились с закладкой символического камня на месте строительства памятника Кетбукаби. Памятник Кетбукаби нужен в первую очередь нам и будущему поколению. Средство на него собирал народ. Мы открыли специальный счет для этого. Сейчас будет проведен конкурс на лучший архитектурный эскиз памятника. А вечером Акима области и других гостей встречали в Жасказганском историко-археологическом музее, где недавно открылась новая экспозиция «Казахское ханство» и диорама «Булантинское сражение». Праздничные события продлятся до 22 августа. Аймамрина Олжасгабасов Арман Нартаев, Первый Карагандинский. За 7 месяцев текущего года полицейскими города было зафиксировано и предотвращено более 49 тысяч нарушений правил дорожного движения. Это больше, чем в прошлом году, но в то же время заметно снизилось количество ДТП в городе. В городском экинате состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам профилактики правонарушений. На заседании было отмечено, что за 7 месяцев текущего года по сравнению с предыдущим ДТП сократились на 47%. А причины остались все те же. Это не соблюдение скоростного режима, а ошибки при маневрировании. Более строго дорожные полицейские стали относиться к пешеходам, хотя за 8 месяцев зафиксировано всего 15 фактов. По сравнению с прошлым годом по количеству дорожного транспортного происшествия снижение состояло на 54,3%, с 35% до 16%. По количеству раненых снижение на 52%, по количеству погибших снижение на 100%. Аким города Нурлан Аубакиров предложил, чтобы и дальше внедрялись технические средства по контролю за улицами города. Они дают положительный результат. Нельзя забывать и о развитии добровольных дружин, которые должны стать первыми помощниками полицейских. Скоро в школу. Это накладывает дополнительные обязанности на сотрудников управления внутренних дел города. Надо обследовать дворовые территории и сделать все, чтобы они были безопасными не только для взрослых, но и для детей. Профилактика и воспитание горожан по соблюдению правил поведения в общественных местах тоже занимает немаловажное место в работе правоохранительных органов. Сергей Высокосов, Олжас Габасов, Первый Карагандинский. С приятной миссией. Депутаты городского Маслехата поддержали ежегодную республиканскую акцию «Дорога в школу». Сегодня народные избранники посетили несколько семей. С ними вместе была и наша съемочная группа. Сегодня в рамках масштабной акции «Дорога в школу» депутаты городского Маслехата отправились в гости к многодетным и малообеспеченным семьям Караганды. Наши депутаты каждый год поддерживают ребят перед первым сентября. Праздник знаний уже совсем скоро. Надежда Кальная воспитывает троих детей. Младшая Снежана помогает старшей сестре Людмиле разобрать по полочкам новые альбомы и карандаши с красками. Рисовать девочки будут вместе. Средний сын Андрей в этом году идет в первый класс. Свой первый школьный рюкзак с тетрадками и ручками молодежь рассматривал с особым интересом. Красивая, я буду с ней в школу ходить. Вдобавок к рюкзачкам и канцтоварам – сладкие подарки, школьная форма и теплые вещи. Примерять обновки дети стали, не дожидаясь, пока уйдут гости из Маслехата. Семья Ихсановых тоже обрадовалась подарком в канун нового учебного года. Младший Ернар собирается в третий класс. Средняя Аружан – в пятый, а старшая Айгерима – в седьмой. В этом году у мамы троих детей все же меньше проблем с подготовкой к школе. Все обновы пришлись в пору и очень кстати. Спасибо депутатам, спасибо, что есть такие люди на свете, что помогают деткам. Между тем, приятная миссия депутатов еще не закончилась. До начала учебного года они планируют посетить не один десяток нуждающихся семей. На протяжении вот уже многих лет наши депутаты Каргандинского городского Маслехата принимают участие в этой благотворительной акции «Дорога в школу» и помогают таким семьям. Кроме того, что личное участие каждого депутата Карагандинского городского Маслехата очень ощутимо и каждый думает о тех детях, которые должны учиться. Впереди у депутатов городского Маслехата – предшкольные выезды в несколько районов области и в город Балхаш. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. К сведению жителей и гостей шахтерской столицы. В связи со съемками художественного фильма «Путь лидера» в городе будет временно перекрыто движение, начиная от Бульвара Мира до улицы Алиханова. С 8 утра 22 по 23 августа движение транспорта по данным участкам дорог будет перемещено на улицы Воинов-Интернационалистов и Ерубаева. Съемочная группа заранее приносит извинения за временные неудобства. И еще одно объявление для выходного дня. Завтра 22 августа карагандинцев приглашают на праздничную сельскохозяйственную ярмарку, приуроченную 20-летию Конституции и Дню Шахтера. Жители порадуют продовольственные товары по сниженным ценам. Ярмарки пройдут в следующих частях города. Магазин «Юбилейный», район автостанции «Юго-Восток», то есть бывший «Гринмарт», магазин «Турист», расположенный в микрорайоне «Степной-3», торговые точки «Орталык» в Пришахтинске, «Феникс» в сортировке и на коммунальном рынке «Гасыр» в Майкудуке. Здесь вы сможете купить мясомолочную, плодо-овощную и другую продукцию по ценам на 15-20% ниже среднерыночных. Ну вот и вся информация на сегодня. Мы с вами прощаемся. Хороших вам выходных. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова